О лекарствах, питании и количестве койк в Липецкой больнице шел разговор во время встречи чиновников местной администрации, представителей Министерства здравоохранения региона, жителями сельского поселения Липецкая. Какие перспективы у лечебного учреждения в репортаже Маргарита Кирикович? Даже с давлением за 200 не хотят ложиться на круглосуточный стационар, потому что огороды, дачи и все такое. Приходится уговаривать, как-то внушать. Всегда, да, в летний период чуть загруженность меньше. Сегодня в стационаре Липецкой больницы лечится только пятеро человек, да и те на ночь уезжают домой. Специфика сельской местности – койко-места полностью заполняются редко. Поэтому с этого года здесь с ночным пребыванием оставили место 25-15, а по селу поползли слухи, что больницу вообще закрывают. Чтобы люди из первых уст услышали, как дела обстоят на самом деле, старост сел и деревень пригласили в администрацию Липецкого поселения. Чиновники ответили на непростые вопросы. Тем, чем кормят в настоящее время больных и в том виде, в котором им подают, питаться невозможно. Правильно жители задают вопрос, каким образом у вас организован контроль. Вы же должны пробу снимать. Если такие проблемы возникли, я сама буду уходить. Да, я сама буду уходить. Потому что это неслабо. Требуют решения и вопросы с лекарствами, которые не всегда имеются в стационаре, и транспортные проблемы. Чтобы сельчане смогли вовремя приехать на прием к врачу, необходимо увеличивать количество автобусных рейсов с заездом в Липеце. Здесь у нас присутствует исполняющая глава, что помогите нам и еще добавить рейс заезда автобуса в Липеце. Из подмогла. Есть это межмуниципальные маршруты. Надо рассмотреть для того, чтобы его поменять. И Павел Альтимович сказал о том, что такая потребность есть. Я видел обращение в мой адрес. Конечно, у нас все зависит. Остро стоит вопрос в Липецкой больнице и с детским врачом. Есть принципиальное согласие заведующего педиатрическим отделением спущено. С сентября он планирует к нам прийти работать сюда. У нас улучшится педиатрическая помощь. Если вас не записывают в большевика, спокойно можете записаться к любому врачу. В центральной районной больнице. Вы все можете обратиться в любую поликлинику, в любое учреждение, которое расположено в городе. Рабочая встреча длилась около двух часов. Темы поднимались самые разные. Ни один вопрос не остался без ответа. Активистам сельского поселения еще раз напомнили, что лечиться можно и в любой городской больнице. Исключения для жителей села нет. Ситуация еще немножко несоответствует действительность по причине недостатка информации у жителей. Почему? Потому что стационар сохранен. Самое главное, что в этой встрече у нас состоялся прямой диалог с жителями. Потому что именно глаза в глаза это вообще не позволяет проникнуть в ту или иную проблему. Главное, как отметил Алексей Воробьев, медицинские учреждения в сельской местности будут возрождаться. По губернаторской программе в будущем году в Серпуховском районе появится еще несколько ФАПов. А ажиотаж вокруг закрытия Липецкой больницы можно считать снят. Подобные встречи с жителями района по наболевшим вопросам будут проводиться и впредь.